Это 5 тип алгоритмов. Это так называемые 5-ти алгоритмы, которые я приготовил 5-ти, даже не стал брать на себя ответственностью, выводить на русский язык. То есть это область уж совсем новая и очень горно развивающаяся. Сейчас вы увидите, как это расшифровывается. Если предложите какой-то хороший перевод, будет здорово, конечно. Да, еще, не знаю, реклама или реклама, но мне было бы, наверное, интересно такими алгоритмами позаниматься. Если кому-то хочется, то тоже подумайте над этим. Вот, обращайтесь, можно порешать вместе что-то. Слайд один, который описывает, как эти алгоритмы работают, он вот так выглядит, от алгоритма, которые решают задачу, за время, если N это размер входа, то размер входа вносит вклад полиномиальный, пока это некоторый параметр, и от него разрешается брать любую функцию вообще. То есть у нас будут... То есть это именно та штука, которая всю сложность задачи в себя и включает. То есть именно от этого параметра k должна вся сложность зависеть, как вы понимаете. Потому что задача у нас будет NP-полной, поскольку это все работает, и время работы будет N с технице, то это, конечно, все время будет каким-то экспонентом откаивать что-то, но k вообще может быть тем, чем угодно, размером решения, или каким-то параметром графа, не знаю, там есть такой параметр, как древесная ширина, очень полезный, еще что-нибудь. В общем, абсолютно все, что угодно, просто вот иногда хочется понять, а вот если вот этот параметр у входа не очень большой, то сколько будет работать алгоритм? И если он работает вот такое время, то задачу считают, как сказать, Tractable решаемой за время, не за время, а решаемой относительно этого параметра k. То есть считается, что этот параметр k, он какой-то разумный. То есть, если бы получалось N в степени k, например, было бы не очень хорошо. То есть, константа c, она не может зависеть ни от N, ни от k. Сейчас мы увидим, что это означает. Вот, например, задача о вершинном покрытии, которую я сегодня уже говорил, вот здесь она как раз параметризованная. То есть нам дана, то есть дан граф, и дано число k. И нам хочется найти такое подножство вершин v, что, во-первых, его размер более чем k, вот и для любого ребра графа хотя бы один из его концов содержится в множестве v. есть также задача о доминирующем множестве, она чуть другая. В ней тоже дан граф. Графы дано число k. Надо найти опять подмножество вершин, но не так, чтобы покрыть любое ребро, а так, чтобы для любой вершины из нашего графа у нее нашелся сосед в множестве v. Это можно какой-нибудь граф придумать, на котором сильно будет заметна эта разница между двумя этими штуками, например, например, вот такой вот. Возьмем граф. Как это называется? Колесо, не колесо. Вот, если вы хотите вершинное покрытие, вам надо покрыть все ребра. Тогда более-менее очевидно, что взять надо вот эту вершину, ну и эти еще через один как-то брать. Вот вершинное покрытие. В то время как, если вы хотите найти доминирующее множество, то вам достаточно взять эту одну вершину. Она все продоминирует. То есть у любой вершины будет сосед в нашем красном множестве. Вот как. Вот на этом хорошо демонстрируется, как нам нужно на этот взгляд сложить. Какой есть алгоритм для задачи о доминирующем множестве на самом деле ничего сильно лучше, чем перепор всех вообще под множеств, неизвестно. То есть если он большой, ну а катан какой-то средний туда, вам хочется найти множество размеров, К, который будет все доминировать, проверить, что множество ушек доминирует, все легко, да? Как найти такое множество размеров, непонятно. Поэтому лучшее, что можно сделать лучшее известное, это просто перебирать все подможWarri m1, 2, ну или просто размер К. Поэтому работать будет примерно n-по степени К, плюс 1. То есть n-по степени К на то чтобы перебрать все это, ну чтобы проверить, ну примерно n, что тратиться давайте так считать. Это для доминирующего множества. k здесь это у меня что-то такое слегка абстрактное, то есть это как бы как будто размер графа, не то, что это количество вершин, а так что-то. В то время как для задачи о вершинном покрытии есть алгоритм, работающий за время два степени k на n. Давайте, кстати, кто-нибудь, кто уже имел дело с экстенциальным алгоритмом, попытается понять, как же за такое время решить заправ степени k умножить на n. Вам надо найти вершинное покрытие размера t за время два степени k на n. В то время как для решения существует два степени k, как множество, которая будет сквозна размера t за каждую вершину. Берем каждую вершину. Почему два степени k множеств будет, которые ее содержат? Ну, на самом деле, давайте чуть подскажу сначала. Каждое ребро надо покрыть, да? В вершинном покрытии надо, чтобы у каждого ребра хотя бы один из концов был в множестве. Поэтому начать, берем каждое ребро. Что дальше делать? Ну, не каждое ребро. Возьмем ребро. Что можно сказать дальше, чтобы мы взяли ребро? Ну, на самом деле, да, взяли ребро просто на первом шаге какое-то. И мы дальше знаем, что в вершинном покрытии взяли ребро v здесь. Дальше мы знаем, что либо u, либо v должно лежать в вершинном покрытии. Хотя это одно из них. Значит, вот здесь нам надо было k найти. В вершинном покрытии осталось k-1 найти. Ну, так далее. Поехали, взяли в следующее ребро. Дернем, вернем. А во время работы будет вот такое вот. На этом, вот как раз на этих двух задачах очень хорошо демонстрируется то, как этот самый параметр k влияет на сложность задачи. Здесь он никак не влияет вот на это n. Вот размер входа, а вот какая-то функция от него. А здесь этот k забрался вот прямо туда, в экспонент у n. И вот вы можете посмотреть, как уже на маленьких входах такая разница. То есть, какое отношение. То есть, если там 150 вершин, нам надо найти доминирующее множество или вершинное покрытие размера 20, например, то разница будет вот такая вот уже. Это число вот с 35 нулями. Уже на таких маленьких. То есть, это довольно естественная штука пытаться понять, как же наш параметр k влияет на время, которое мы будем работать. То есть, можно было бы спросить, конечно же, допустим, каково минимальное решимное покрытие этого графа или каково каково минимальное доминирующее множество. Но хочется... Одна из мотиваций хочется платить за то, что мы получаем. Хочется, если доминирующее множество маленькое, хочется и работать не очень долго. То есть, тот, который будет искать, не знаю, минимальное, может быть, он будет очень долго работать, он найдет минимальное, но, может быть, нам просто хочется проверить. А если доминирующее множество размера 10? Может быть, поскольку 10 не очень большое число, и эта самая наша функция под h, f будет тоже не очень много, может, будет и хорошо. Но в какой-то момент люди это поняли. Появилась такая вот область, как параметризованные алгоритмы, и более формально параметризованной задачей называется просто какой-то язык, на самом деле, где входом является пара x и k, где x просто это слово какому-то алфа-x, а k это какое-то число, и это параметр обычно. И нам, естественно, хочется проверить принадлежность. И задача называется... Ну, это принадлежит классу fpt, и это означает фикс параметр тракта, но не знаю, как это перевести, не придумал, я про это и говорил. То есть, задача при фиксированном параметре, она является... В общем, она решается за время. Если она решается за это, k умножить на длину полной степени c, тогда если k констант, то и k у вас констант, и тогда получается, что задача решается у вас за поленом. То есть, если вам надо проверить, что... Существует линография, вершинное покрытие размера 10, вот, то вы это сделаете там... Вы это сделаете довольно быстро, и эта функция не будет расти с ростом размера входа, она не будет ужасно расти как экспонент, она будет расти как нормальное плену. Потому что, вот, k равно 10, что, вот это превратится в константу, и просто эта константа будет жить и жить, и от размера входа, конечно, что-то будет зависеть, но не будет зависеть так ужасно. Слово трактовал, это обычно и означает, что решается за поленомиальное время. То есть, это задача, которая решается за поленомиальное время при фиксированном параметре. Появилась эта область, ну, совсем недавно, ни в таких учебниках еще ничего нет, хотя есть уже три написанные книжки по этой области, и задач на самом деле куча. И я расскажу, конечно, только совсем такое маленькое введение в эту область. То есть, если вы хотите что-то еще по этой тематике поузнавать, то вам могу дать потом как-нибудь ссылки, куда слазить, куда посмотреть. Вот, еще одно определение. Опять я не переводил, как вот это слово перевести на русский, я вообще не знаю. А, то есть... Ну, можно термализация сказать, но меня следят потом... Вы любите то, что вы это там? Битролизация. А? Битролизация. 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 Я это на слайдах написал? В общем, на самом деле называйте, как хотите, главное, чтобы вы смысл понимали этого. У меня, на самом деле, у нас и пункт называется сначала мы назвали «Информатический клуб», потом сказали «Нет такого слова по-русски, информатический клуб вообще, я клуб Информатик не передаёшь, что-то там назвали «Кофедор Сайенс клуб». Нашлись люди, которые сказали, а что это такое? У вас же клуб. Почему у русского клуба какое-то название на английском языке вообще противно? Короче, мне не угодить всё равно всем никак. Я подумал, мы основываем на английском языке. И ничего. Ну, не очень хорошее название, ядро, может быть, для того, что здесь будет описываться, потому что, ну, ядро это так как, не очень понятно, что ядро это алгоритм, да? Но тем не менее, то есть ядро мы называем такой алгоритм, который по входу, у нас есть задача, и это какой-то язык там, да, и он вот по любому такого входу xk, он за полиномиальное вход размера x плюс k, время, выдает другую пару, так что эта пара принадлежит языку тогда и только тогда, какая исходная пара принадлежала, это раз, а второе, длина этой пары, она ограничена некоторым, некоторым размером от k. То есть мы избавились в размере нашего входа от зависимости от n. Теперь вход зависит только от k. Вот, при этом g называется размером ядра. Давайте поясню, почему это важно, почему ядра вообще изучаются. Смотрите, если у нас у задачи есть ядро, то очевидно, что она принадлежит классу r5, то есть она является x параметром tractable. Почему? Ну, допустим, ядро есть, но любую пару тогда xk с велик паре x'k', где сумма вот этих вот размеров, она зависит только от k. Свели за полиномиальное время. Ну, теперь мы просто там полным перебором или чем-нибудь решили полученную задачу. Очевидно, что время работы тогда, которое получится, у нас будет как раз таки вот такое, какое-то за полиномиальное время мы свели, вот, и дальше мы, дальше мы за какую-то функцию под k решили. То есть здесь вполне можно было бы написать и плюс. В действительности это неважно, можно показать, что если в определении написать плюс, то два определения окажутся эквивалентными. Давайте пример гидравт приведу. Рано. Я пока что… Итак, очевидно, да, что… Что? Серьезно? Ну, очевидно, что если у задачи есть ядро, то это задача fixed-prim contractable. Ну, естественно, к чему вся эта область сводится, это то, что хочется показывать, да, что вот эта задача принадлежит классу f5, ну, иногда оценивать эту функцию f5, сделать ее поменьше. С другой стороны, ну, есть и так называемые сложностные результаты, когда показывается, что вряд ли эта задача принадлежит к классу f5, потому что она сложна в каком-нибудь в другом классе, но здесь что интересно, что верное и обратное. То есть если у задачи… если задача принадлежит классу f5, то есть какой-то алгоритм ее умеет как-то там решать, непонятно как совершенно, мы не знаем, но время работы у него f х умножив на n в степени какая-то константа. Тогда из этого алгоритма можно на самом деле извлечь ядро. То есть, грубо говоря, тогда то, чем этот алгоритм примерно занимается, это он сначала действительно задачу как-то берет, и делает ее размера, нависывающего только от k, и после этого оно и решает. Не очень сходу очевидно, но на самом деле доказательство простое. Смотрите, мы знаем, что наш язык принадлежит классу f5, это означает, что есть такой алгоритм а, который за время полиномиальное проверяет… не за полиномиальное, а принадлежность пары xk, нашему языку проверяет за время fk умножить на полинома t. ну давайте сейчас построим ядро. Ядро у нас будет размера… Ядро – это полиномиальный алгоритм, который должен выдать что-то, что зависит только от этого, да? Полиномиальный алгоритм, который выдает пару, размер которой зависит только от k. Давайте алгоритм у нас будет работать следующим образом. Ему дали на вход пару xk, он взял и проверил, а верно ли, что fk меньше или равно чем n в степени c. Если верно, ну тогда он возьмет и поработает… Тогда он запустит алгоритм а, который за время fk умножить на n в степени c проверит принадлежность к языку, будет все это работать не более чем n в степени c плюс 1, да? После того, как… Это плюс, да? Я не знаю, кто там рисует вертикальную палочку синим цветом у меня, но это не я. Тут плюс, да? Да. Что-то вы все знаете? Нет. Примерно, что они… Это все? Что там? Там, наверное, дворца. Да. А где-то здесь дворец? Да. Я не знаю, где fk плюсом, c плюсом, в степени, в степени в степени? Сейчас я подумаю. Мне, наверное, fk не меньше либра, чем n в степени c, а меньше либра м? Да. Почти, что бы было меньше либра м? Да, спасибо. Не забыть, но я попробую потом выложить вершину без запечаток уже. Ммм. После того, как мы решим нашу задачу, мы узнаем, да? После того, как запустим алгоритм A, мы узнаем, пара xk принадлежит Ezequiel или не принадлежит. Вот дальше здесь, ну, такой, не то, что даже прибор, что-то мелкое. Давайте просто выдадим теперь какую-нибудь ерунду. у нас, нам надо было выдать какую-то пару, которая ограничена размером K, но мы выдадим, если пара xk принадлежит Ezequiel, мы выдадим пару, которая, очевидно, принадлежит Ezequiel, если нет, то, очевидно, не принадлежит. То есть, например, с вершинным покрытием, если бы мы, очевидная пара, которая принадлежит Ezequiel, это граф там из одной вершины и с параметром 1, да? Граф, в котором спрашивается, есть ли вершинное покрытие размера 1. Очевидная пара, которая не принадлежит Ezequiel, это, там, треугольник, например, про который спрашивается, верно ли, что в нем есть вершинное покрытие размера 1. Конечно, в нем нет, да? Вот такую пару мы и выдадим. С другой стороны, если я от K больше N, то просто вернем вот такую вот пару. Давайте подумаем, что мы получили. Мы в действительности получили ядро размера F от K. Почему? Ну, потому что работали мы по линомиальной время, очевидно, да? Вот здесь вот мы просто проверили, вернули это, дальше работали вот такое вот время, N на C плюс 1. Здесь мы вообще ничего не работали, просто вернули. И дальше давайте заметим, что размер пары, которую мы вернули, обозвращаем мы либо вот здесь в тривиальную пару, которая совсем маленькая, либо вот здесь мы возвращаем пару вот этот XK, но в ней мы знаем, что размер X, который G, он меньше, чем F от K. То есть размер ядра это F от K. Таким вот образом мы выжали из нашего алгоритма ядро. Понятно более-менее? Вот первый банальнейший пример такого ядра, это покрытие точек фигмента. Такая задача, дано N точек на плоскости, дано числа К. Спрашивается, можно ли провести капли так, чтобы они содержали все эти N точек. Задача, ну, например, простенькая формулировка задач, чтобы менее крупная. Смотрите, первое, что можно заметить, это то, что на самом деле кандидатов их, хоть прямых и бесконечно, но кандидатов у нас нифига не бесконечно, их всего N квадрат у нас, потому что можно считать, что любое прямое разрешение конечно покрывается по две точки. Поэтому кандидатов у нас N квадрат. Поэтому, ну, а кандидатов на эти K прямые, ну, это там C из N квадрата пока, да? Вот, выбрать любые K и посмотреть они. Но это много, это мы будем долго работать. Есть такое вот простенькое правило обращения, что если прямая какая-то, вот, мы взяли наш N квадрат прямой, если одна из них проходит через хотя бы K плюс одну точку, то ее надо обязательно к решению добавлять. Ну, почему? Потому что, ну, допустим, она нет, допустим, этой прямой нет в решении. Значит, все эти точки должны быть покрыты другими прямыми какими-то. Значит, этих прямых должно быть K плюс 1. Итого просто, если прямая какая-то покрывает хотя бы K плюс одну точку, то мы просто обязаны дать ее в решение. И тогда мы просто, ну, мы пробегаемся по всем этим N квадрат прямым, проверяем, какие точки они покрывают. Если они, если какая-то покрывает более чем K, тогда мы наше множество точек заменяем на, мы выкидываем покрытые точки и параметр уменьшаем на единичку, потому что у нас одна прямая уже есть. Ну, чего? Дальше мы знаем, что нам дали вот такие вот N точек и число K. Мы начали применять вот это правило допустимения, дошли до момента, когда оно неприменимо. Смотрите, дальше если оно уже неприменимо, а точек все еще больше, чем K квадрат, то мы знаем, что решения просто нет. Ну, почему? Потому что точек больше, чем K квадрат, а каждая прямая, поскольку правило неприменимо, покрывает не более чем K точек. То есть K прямыми, но все больше, чем K квадрат точек непокроемые. Вот банальное ядро совершенно, размера K квадрат. То есть в действительности, что это нам говорит? Что если у нас K остается константой, а N растет, то сложность задачи будет расти очень медленно, не так, как экспоненты. То есть если вам надо проверить, как покрывают все ваши точки с места прямыми, и вы знаете, что вас интересует только 100 прямыми в своеме, а количество точек растет, то и не очень страшно. Расти будет как какой-то полиномчик, это вполне себе разумно. Еще один пример такого же простого сведения, это вершинное покрытие. И здесь, наверное, я бы да и сформулировал, как очень часто выглядит общая стратегия при поиске такого ядра. То есть мы определяем вот такие вот правила прощения и показываем, что в тот момент, что если то применять их к графу, пока они применяются и останется граф, которым, ну граф не граф объект, в смысле, да, какой-то я не знаю, смотреть какая задача. И дайте до момента, когда правило неприменимо, а размер все еще больше, чем на подкат, то ответ будет очевиден. Ровно так же у нас произошло вот здесь вот, да, мы применяли, 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 если больше, чем как квадрат, то очевидно решение нет. Если меньше, ну надо решать, но ядра уже получена. Что для вершинного покрытия, какие два правила можно определить? Правило 1, которое банальное для безобразия, что если в графе есть изолированная вершина, то ее надо, конечно, выкнуть. Из нее не торчит никаких рыбок, про эту вершину можно вообще забыть. Следующее, если степень вершины больше, чем k, то эта вершина обязана быть в решении, потому что, ну если не она в решении, значит все ее соседи должны быть. То есть из нее торчит больше, чем k ребер. Все эти ребра нам надо покрыть. Если эти ребра не покрыты этой вершиной, то должны быть покрыты ее соседями, но их больше, чем k, а нам надо вершинное покрытие, а не более, чем k. Ну, соответственно, получаем такое правило. То есть уже выкидываем вершину v, уменьшаем параметр на 1. Но допустим, что сейчас ни одно без правила не применимо. Что тогда мы можем сказать? Понятно, что если сейчас количество вершин в графе больше, чем k на k плюс 1, то решение не может быть. Почему? Ну, потому что, ну, допустим, есть решение. Допустим, мы нашли k вершин, которые все покрывают. Но сколько вершина может покрыть с собой другие вершины? Степень каждой вершины не более, чем k, да? Поэтому у нас есть вершина, k вершин, и каждая из них с собой берет не более, чем k других. Того не более, чем k на k плюс 1. Вот. Ну, да. То есть если мы вот так применяли, применяли, применяли и сказали и получили граф, в котором правило не применимо, а количество вершин все еще больше, чем k на k плюс 1, то решение нет. В противном случае количество вершин все ограничено функцией от k. Таким образом, у нас есть алгоритм, да? То есть ядро. Понятно? Сейчас будет чуть менее фривиальная вещь. Очевидно, конечно, что хочется размер ядра уменьшать. То есть и в частности в этом и заключается, то есть это такие, как сказать, челленджи, вот комьюнити, которые занимаются такими алгоритмами, то есть кроется все меньше и меньше ядра, то есть придумывать какие-то идеи, которые гарантируют ядро меньшего размера. И там, наверное, довольно много еще можно сделать. Такое ощущение у меня. Давайте еще раз взглянем на это все. Что такое ядро? Как вы уже увидели, это очень похоже на что-то типа предобработки. Так на самом деле и есть. То есть перед тем, как решать задачу, можно применить предобработку. Она работает полиномиальное время. Вы собираетесь решать задачу, которая, скорее всего, решается только в экстенциальное время. Поэтому надеяться на какой-то полином не очень важно. предобработка, ну, это алгоритм, ядро, да, он работает в полиномиальное время. Полином это, ну, какая-то, как бы, ничтожность по сравнению с экспонентом, поэтому не жалко совершенно такое время потратить, чтобы что-то предобработать. Как мы уже увидели, вот такая предобработка часто основана на каких-то простых правилах. И эти правила, то, что я в прошлый раз показал, бывают. А на самом деле два совсем банальных правила. Очевидно, что можно сесть, немножко подумать, написать еще три таких, чуть более хитрых, что, например, если есть две вершины, соединенные с одними и тем же вершинами, у которых одни и те же соседи, то, наверное, одну из них может сам выкинуть или еще что-то. И если таких правил с десяток, а такое бывает, да, для какого-нибудь ядра, то анализировать все это довольно сложно. То есть вам надо показать, что каждое правило когда-нибудь применимо, а если ни одно из этих десяти правил не применимо, тогда, ну, тогда уже граф не очень большой. То есть есть такие результаты, а есть результаты, которые основаны всего на одном правиле, но нетривиальным достаточно. Вот, и два таких, две вещи, которые я здесь продемонстрирую, но лемма-апасонники не сегодня, а еще одно словосочетание, которое я не стал переводить на русский, это вот преобразование графа к чему-то похожему на корону. Потом по картинке увидите. Все, давайте определю такую штуку. Вот crown decomposition, графа, я назвал это по-русски CD разбиением, что уж совсем нехорошо, не знаю, потому что диета от слова decomposition, то есть оно у меня дублируется, но пусть будет так. Называется разбиение вершин графа на три части. Таких что, во-первых, цене зависимое множество, что-то означает, что между вершинами C нет никаких реберов. Во-вторых, между C и B нет реберов. В-третьих, между C и H есть парасочетания, показывающие H. Давайте на картинку сейчас посмотрим, чтобы стало понятнее, что это такое, и чтобы вообще стало понятно, что это макароны действительно посолят. Вот это... B как вы думаете, что это такое? Голова? Нет. Вот эта голова подсказывает на H, потому что вот это коловано, вот это тело. Вот это... Очень похоже. Возьмите. Возьмите. Не старался. Очень похоже все, или как это... Да, простите, не опасались. А мы тебе так называемые. Бэд и боди. Значит, бэд это, да, это боди. Возьмите. 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 Первое условие. C независимое множество. Между вот этими зубчиками короны никаких ребер нет. Второе. Между зубчиками короны и телом ребер тоже никаких нет. Третье. То, что между C и H есть парасочетание. То есть, вот из каждой здесь штуки что-то наверх торчит. Да, вот есть основание короны, оттуда что-то наверх торчит. Поэтому есть парасочетание. То есть, здесь уж не больше вершин, чем здесь. Более того, можно найти для каждой вершины по такому ребру торчащему корону, да, что все эти ребра не будут иметь общих концов. Понятно, да? Ну и вроде ничего сложного. Почему такое разбиение нам полезно? Смотрите. Представим, что у нас граф G, для него нашлось каким-то образом такое разбиение. Что мы знаем? Что... Так, давайте прочитаю. Что если у нас нашлось себе разбиение, да, тогда можно просто из графа взять и выкинуть и корону, и голову, все вершины, да, отсюда, а размер покрытия, которое мы ищем, уменьшить на размер H. Почему так можно сделать? Смотрите, когда мы это нашли, все вот эти красные ребра, они обязаны быть покрыты. Обязаны. То есть для каждого красного ребра надо взять один из его концов. Какой... Есть ли смысл брать... брать вершину из C? Ну нет, на самом деле, потому что она, кроме этого, ничего уж точно не покроет. То есть если у вас для какого-то ребра взята вершина вот отсюда вот, да, но давайте вместо нее возьмем вершину из H. От этого уж хуже точно не будет, потому что вершина из H, может быть, покроет что-нибудь здесь еще, а вершина из C никакой, как бы, пользы нам не дает. Потому что внутри C ребер никаких нет, мы знаем, что C это независимое множество, а H и так все будет покрыто, да? Ну, H надо все покрыть, потому что есть вот это вот самое паросочетание. Таким образом, если нашлась вот такая вот структура, то мы сразу можем радостно выкинуть и вот эти вершины, и вот эти, потому что единственный смысл, ну, самое разумное их покрытие — это вершины множества H. Соответственно, от K мы отнимаем количество вершин H. Да? Так, давайте теперь я буду показывать, почему такое разберение, почему разговор зашел о таком разберении. Давайте считать сразу, что граф-женни содержит изолированных вершин. В смысле, вершину, которая в степени 0. Ну, такие вершины нам не интересны, их сразу выкинем. Тогда вот что утверждается. Можно за полиномиальное время сделать следующее. Либо найти паросочетание размера K плюс 1. Если такое сочетание нашлось, то вершинок открытия размера K очевидно не существует, да? Потому что для каждого ребра один из его концов надо взять. То есть для этих ребер сразу надо взять K плюс 1 разных вершин. Это не получится. Что? Принемное время. Ну, от размера G и от K еще. На самом деле, ну, K здесь... Здесь параметр K нам не так, чтобы там сильно интересен, потому что... Как бы сказать, что... В общем, за полином от G, да. Смелый бачок. Штамп. Про это сейчас скажу. А можно еще вот так? Смелый бачок. Здорово. Я постараюсь. Конца вершина бы не покрыли С. Штамп. Она не покрыта. А в условии надо между С и H есть паросочетание, покрывающее H. Штамп. А, в классе. Окей. Ну, как бы понятно, если корона, там из нее может несколько наряду горшать. Да, но тогда мы даже не забываем брать мужчину. Что? Что это игроки? Ну, это графы, шедро нашей предобработки. Да, странная получилась корона. Крутая, да, кажется? Она же. Вот не поверите долго, а? Серьезно. Вам смех смехом, конечно. Я рисовал лишь с Андреем, наверное. Это вам не это, ведь не припенсия, это аптекия, это координаты. И я захочусь о слушателях нашего клуба. Я могу нарисовать ее на фотошопе, например, прикрутить ее сюда. Да. Итак, давай. Лекция весила. В смысле? У-у-у. В слайде лекции весили бы очень много. Да. Что вы уже говорили? Да. Извините. Пожалуйста. Вот, давайте продолжим. Итак. Ваши были проблемы с узнанием для этого. Да. 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 Да, да. 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 Молодцы. У вас были проблемы с узнанием для этого. Да. 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 Как вам сказать, это рассказ не до конца отражающий то, что происходит. Как вам назвать, Лимон, а мы что-то разбили, ну, не знаю. Нет, я просто решил, на самом деле, не брать на тебя. На ответственности переводить это. Был бы перевод. Так, давайте додокажу эту лему. О, доформулирую сначала. Итак, у нас есть граф G, и мы в нем, мы в нем, поработав полиумиально, вот какие выводы сделаем. Либо мы найдем пара сочетания размера 2 плюс 1. Не важно, как мы его найдем, я чуть позже прокомментирую. То есть я пока не говорю, как мы делаем, я расскажу, что у нас получится. Либо мы найдем пара сочетания размера К плюс 1. Если нашли, то сразу говорим, нет решения. Либо мы нашли разбиение, да, наше на корону, там, и голову, и тело. Тогда мы просто берем и упрощаем за предназначенное время наш график. Я показал, как это делается, да, мы выкидываем корону и голову, и уменьшаем размер параметра на размер головы. Если ни то, ни другое у нас не получилось, мы скажем, что в графе уже не более чем 3К вершин. И на самом деле все это вместе дает ядро размера 3К для задачи решения покрытия. Потому что, смотрите, работали мы в полиномиальное время, либо мы в какой-то момент найдем К плюс 1, в смысле пара сочетания К с одного ребра, либо мы будем упрощать, 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 либо закончим мы с графом, в котором мы более чем-то хорошее. Так, осталось доказать, да, то, чтобы... Давайте доказывать. Вот касательно того, как мы будем искать пара сочетания в графе. Во-первых, как некоторые из вас знают, искать максимальное пара сочетания в графе, это вообще-то не мягкая задача. То есть, искать максимальное пара сочетания в двухдоле в графе, это, наверное, вы и большинство этого знаете, и оно решается с помощью задачи максимальной потоки. То есть, если у вас есть двудольный граф, вы слева приросовали к нему исток, справа исток, пропустили поток, а вот там, где поток потек, в сочетании там, это и есть пара сочетания максимальная. В обычном графе, в двухдольном, все далеко не так банально, там хитрее, там надо искать какие-то дополняющие пути, все время долго и мучительно, и потом анализировать это все. Но, тем не менее, за н кубе, примерно, можно найти и в обычном максимальное пара сочетания. Нам же здесь достаточно будет более простой со всеми вещи, нам нужно максимальное подключение пара сочетания в графе G. То есть, мы просто берем ребро, кладем его в пара сочетания, берем следующее ребро, кладем, ну, которое этих вершин не касается, кладем его и так далее, кладем, кладем, кладем. Если получилось K плюс 1, то решения нет, да? Да, поэтому давайте считать, что наше пара сочетания, вот это вот максимальное, попало, не более чем, не более чем к рыбе. И назовем вершины этого пара сочетания буквой X. А их будут оставшиеся вершины. Тогда то, что мы знаем про I, это то, что есть независимое множество. То есть, мы знаем, что мы в наше пара сочетание максимальное подключение в свадьбу, как волось. И, значит, среди оставшихся вершин никаких ребр нет. Соответственно, и независимое множество. Теперь вот, что давайте сделаем. Мы возьмем и в графе сотрем все ребра, которые имеют в конце либо оба конца руки. Давайте, может быть, нарисуем, что произошло. Разбили на X и на P, и независимое множество. Теперь мы на время забудем о тех ребрах, которые есть внутри X. Рассмотрим только ребра, которые ведут как-то так. Соединяют эти две части. Найдем максимальное пара сочетания в этом графе. Как я и сказал, это делается там потоками, например. Ну, или как-нибудь можно и просто искать теми же самыми дополняющими путями. Что важно, что для двудольного графа верит тот факт, что минимальное вершинное покрытие в нем, оно совпадает с максимальным пара сочетанием. Это такая известная теорема, вот типа Minimax она называется, что совпадает, минимальный какой-то объект в графе там совпадает с максимальным. Вы что-нибудь такое уже почти точно слышали, когда вы решали эту задачу про потоки. Вы слышали, что размер максимального потока совпадает с размером минимального разреза. И там чуть-чуть... Ну, деказательство на самом деле практически такое же этого факта, как и про потоки и про разрезы. Заметьте, что нас интересует именно двудольный граф. То есть, если бы граф был не двудольный, то ничего такого, в принципе, не могло, что эти два пара метра графа совпадают, что минимальное вершинное покрытие по размеру равно максимального пара сочетания. Потому что, вот это, как я сказал, в общем случае граф ищится за поленом, в то время как минимальное вершинное покрытие на этих графах это меньше, чем за диспонент, вы сейчас не сделаете. Мы с этим не сделаем, это полная задача. Соответственно, нашли такую штуку. Давайте теперь смотреть. Вот у нас множество x, вот множество y, вот это самое вершинное покрытие. Допустим, что и вершинное покрытие, оно одновременно же является и... я не знаю, как бы... пара сочетания. Допустим, что вершинное покрытие содержит хотя бы одну вершину из множества x. То есть, что можно тогда сделать? Можно тогда поэтому найти как раз таки разбиение наших, вот это, крану таким подъемом. Почему? Ну давайте вот это вот будет головой, вершины вот отсюда, которые участвуют в вершинном покрытии. Давайте вершины, которые были соединены с ними, будут короной, а все остальное будет телом. Значит, почему все будет так, как нам надо? Значит, ну, во-первых, пара сочетания есть, да? Это видно, мы взяли специально, да? Во-вторых, это независимое множество, да? В-третьих, что нам надо, последнее условие, которое нам надо, поэтому нам надо себя убедить, это то, что из короны в тело, в туловище, там ничего не идет. Ну, как отсюда могло что-то идти вот в эту часть? Сюда ничего идти не могло, потому что независимое множество, да? Сюда ничего тоже идти не могло, потому что если бы было ребро, которое вот отсюда идет сюда, то оно не было бы покрыто тогда. Эти красные вершины не были бы под вершинным покрытием. Правда? Вот. Поэтому с этим случаем разобрались. Давайте считать, что вершинное покрытие, оно содержит только вершины множества. Уножества и нарисовал я наоборот сейчас. Наоборот должно было быть. Ну, смотрите, оно содержит только вершины множества и давайте подумаем, что это значит. Помните, что у нас нет изолированных вершин. Соответственно, из каждой вершины хоть одно ребро не торчит. Поскольку мы знаем, что... Поскольку мы знаем, что каждое ребро обязано быть покрыто, и покрыты они могут быть только вершинами гип, мы заключаем, что на самом деле вершинное наше покрытие, оно содержит все вершины множества и... Дальше давайте вспомним, что такое гипс у нас. Гипс это... Это в действительности... Гипс это множество... Из каких-то вершин, которые в паросочетании. И мы помним, что в этом паросочетании они больше, чем калиевы. Итого множество икс не более, чем 2 калиевшин. Поскольку вершинами и мы тут еще и какое-то паросочетание настроили, и минимальное вершинное покрытие, получается, что множество икс, я это так со мной, это надо по тонечку показать, получается, что множество икс не более, чем калиевшин тоже. То есть вот здесь не более, чем калиевшин, а вот здесь не более, чем 2 калиевшин. Итого, то, что мы получили, основываясь на этой простой дилемме, это ядро размера 3К. Вот. То есть помните, сначала на каких-то простых правилах обращения мы получили ядро размера 3К, и на этой вот дилемме, разбиение графа, мы получили ядро размера 3К. Ну, что приятно, согласитесь. То есть вон дали граф с тысячей вершин, и вы хотите проверить, верно ли, что у него есть вершины покрытия размера 30. Так вот, вместо того, чтобы брать и искать среди тысячи всех от множества размера 30 и проверять, вы сначала как-то недолго поработаете, и останетесь с этим графом, в котором всего 90 еще. И уже по этому графу будете думать, есть в нем вершины покрытия или нет. То есть если параметр Ка небольшой, то все не печально, а все надротно радостно. Такс, я должен закончить 35 минут, у меня еще 15 минут есть. Давайте расскажу приближенные алгоритмы. Наверное, не вероятно, если я не допустим, ну хоть точно не доброюсь, давайте про приближенные начну. Значит, кто такие приближенные алгоритмы? Они, как правило, решают, ну не как правило, а всегда решают оптимизационную задачу. Когда вас интересует найти какое-нибудь там решение, которое минимизирует что-нибудь или максимизирует, то есть, будь это вершинное покрытие, как можно меньшего размера, или независимое множество в графе максимального размера, или, если на формулу вы хотите выполнить из нее как можно больше плозов, и так далее, мы знаем, что за экспоненциальное, за приземиальное время это вряд ли можно сделать. Ну, по крайней мере, никто не умеет. Но зато, может быть, что можно сделать, это найти за полиномиальное время какое-то решение, которое гарантированно хуже, гарантированно не сильно хуже оптимального. Здесь, наверное, хороший пример, это там задача о коме-выезжоре, в которую в действительности, ну, вполне себе из практики она вылезает. То есть, вам надо объехать несколько точек, и вы знаете расстояние между всеми этими точками, вам хочется в каждой побывать по разу, и вам хочется проехать как можно меньше. То есть, вот, не знаю, инкассаторская машина ездит так, или в Мандиде ездит так, ну, от прочего вам собирают деньги со всех. Ну, как людям заняты, им хочется поменьше проехать. Как людям очень умным, а как люди очень умные, они знают, что решить эту задачу, если у них карта Петербурга лежит, нарисованная, ну, как град, который говорит, что только из этой точки в этом надо доехать за столько. так вот, если им за день нужно проехать, ну, там, сорок магазинов, довольно тяжело будет найти оптимальный маршрут. Они, с другой стороны, знают, что можно взять и найти маршрут, который будет, например, не более чем в полтора раза хуже, чем оптимальный. Это уже неплохо. Ну, приятно осознавать, что тот маршрут, по которому ты едешь, он может быть и не оптимальный, но, с другой стороны, он может никак не больше, чем в два раза хуже оптимальный, например. Вот сейчас покажу, как такое находится. Задача о вершинном покрытии, которую мы уже с вами много раз сегодня видели. Для нее есть очень-очень простой приближенный алгоритм. Вот такой, смотрите. Но пульс цаэта наше вершинное покрытие изначально оно пусто. Давайте множество рыбер нашего графа изначально запомним вторыменную ештрих. Пока это множество ребер не пусто, мы берем ребро какое-нибудь отсюда и запихиваем оба его конца в множество ц. То есть так вот даже. Ребро достаточно покрыть одним концом, но мы вот два запихаем. Вот. Но после того, как запихали две вершины у и в, нам надо из ештрих выкинуть вершины, которые заодно покрылись. То есть понятно, вот мы выбрали у и в. Выбрали ребро у и в, положили в ц, но из у и в, еще куда-то порчали. Ребра. Понятно, что тогда мы и в и в положили, покрылось вот это ребро и это, и это, и это. То есть вот на этом шаге на этом шаге мы все их выкинули. Ну и в конце мы возвращаем одинное множество просто. То есть что-то более простое, сложно себе представить для этой задачи. Давайте поймем, почему же... А, здесь пример был какой-то старый. Давайте покажу пример. Вот у нас есть граф. Это типа серые у меня были вершины. Есть граф на 7 вершин. Ну вот первым делом выберем ребро ВС. Вот, да. Добавим вершины ВС в покрытие. Покрытые ребра выкинем, да? Следующим шагом выберем ребро ВС. Выкинем по критерию ребра. Следующим шагом выберем ребро ДЖ. Ну, получили вершинное покрытие. Оно у нас размер 6 имеет. Ну, так вот оно. С другой стороны несложно видеть, что можно выбрать до размера 3. То есть мы нашли какое-то приближение. Оно в два раза оказалось хуже оптимального. Что мы покажем, что оно не могло быть более чем в два раза хуже оптимального. То есть наш алгоритм нашел вершинное покрытие. Он его вернул. Оно размера 6 было. Это означало, что вершин... Из этого можно сделать вывод, что вершинного покрытия размера 2 его просто не существует. Почему? Во-первых, понятно, что... Ну, полезно сначала проверить какую-то корректность, да? Что то, что он выдаст, это будет покрытие. Ну, понятно, что так. Как уж так. Потому что он просто... Он выдает это... Это множество вершин, когда раз не осталось никаких ребер. Следующее. Давайте через А обозначим то множество ребер, которое алгоритм выбирает. Вот. Очевидно, что никакие два из этих ребер общего конца не имеют. Почему? Потому что, если бы у них был общий конец, у двух... Вот в какой-то момент алгоритм выбрал это ребро, а в какой-то другой вот это. Но в тот момент, когда он выбрал вот это, он добавил в ходе вот эти вершины вершинное покрытие и выкинул все покрытые ребра. То есть вот это ребро дальше быть выбрано не могло никак. Итого... А это пара сочетания, на самом деле. Вот. И таким образом, на самом деле, А это множество ребер, там у каждого ребра есть два конца, и они все не совпадают. То есть два А это... Два у нас, наверное, пара на С. С другой стороны. Понятно, что если какое-то покрытие у нас есть, то это покрытие... Ну, множество вершин, это штрих, да, оно обязано покрывать по одной вершине из каждого ребра киста. То есть С штрих, оно... Оптимальное покрытие нашего графа по размеру, оно в любом случае больше, чем размер А. Соответственно, С, которое равняется у нас 2 умножить на 2 размера А, не более чем 2 умножить на размер оптимального. Того мы показали, что то, что наш алгоритм находит, не более чем 2 раза хуже оптимального покрытия. Отработали мы, очевидно, уж какое-то очень маленькое время. Нам там достаточно, видимо, вообще линейного. Если аккуратненько про все ребра помнить. Так, последнее, наверное, что покажу, это задача Архамико и Жори. Что я забыл сказать про этот простенький алгоритм. Несмотря на свою простоту, никакой лучшей константы неизвестно. То есть этот алгоритм – это лучшее из того, что известно, если я не ошибаюсь. Но, по-моему… Ну, если что-то и появилось, то недавно. Когда-то точно не было… Ну, то есть когда-то ничего не было, конечно. Когда-то недавно не было лучшего алгоритма, чем вот такой. Надеюсь, что я не был. Есть в то же время и результаты о неаппроксимированности. То есть для этой задачи известно, что существует такая константа, лучше которой не прыгнуть. Очевидно, что один приближенный алгоритм… Ну, вот этот алгоритм два приближенных, или два оптимальных, да? Что означает, что он выдает решение, которое не больше, чем два раза хуже, чем наше. Если бы это была константа один, то этот алгоритм решал бы задачу точно. Такого алгоритма существовать экспонциального не могло бы, да? Если мы говорим, что P не равно NP. Но можно, в другой стороны, ничего не противоречить тому, что эта константа может быть более глубоко маленькой. То есть прямо существует алгоритм, который выдает решение, которое хуже оптимального, более чем в один точке в один раз. И вот такого быть не может. Доказано, что есть константа, ниже которой не прыгнуть. Она какая-то там… 199-х типа или что-то такое. Ну, какая-то такая… близко к единице. Для некоторых задач известно даже, что вообще константного приближения не существует. Это, в частности, вот эта наша задача о коневой игроре. Задача… Я её уже даже сформулировал вам, да? У нас есть полный граф, где на каждом ребле написана какая-то стоимость. Я считаю, что это целая. И нам надо найти… Граф полный, да, на всех… Ну, если граф не полный, просто можно некоторым ребрамм приписать бесконечную стоимость, бесконечно большую. Нам надо в графе найти гамильтонов цикл в минимальной стоимости. Гамильтонов цикл – это и есть цикл, который проходит по всем вершинам, в статном разуме. Нам хочется объехать в несколько точек, при этом проехав как можно меньше. Вполне себе такая естественная задача. Так вот, эта самая задача, для неё константного приближения не существует. Известно. То есть, к сожалению, если ребра у вас совсем произвольного веса, то… Ну, произвольного целого даже, то не приблизите вы её никак. То есть, в принципе, за полиномиальное время. То есть, она вообще сложная очень задача – находить что-то. Так ещё и приближения нет разумного. Но есть такой частный случай, который вот отражает то, что обычно происходит на практике. То есть, рабоно предполагать, что расстояние на ребрах, удовлетворяя, не равенству треугольник. Конечно, для того, чтобы из вершины к вершину В поехать, но это уже занимает не больше, чем съездить сначала к вершину В по дороге, и потом к вершину В поехать. То есть, если наши вершины – это точки на плоскости, а между ними расстояние – это… а веса – это ребра – это расстояние, то, конечно, это выполнено. Другой пример. Если веса всех рыбров, например, это 1 и 2, тогда неравенство треугольника тоже, очевидно, выполняется. То есть, тогда это тоже получается. Задача, как мы выезжаем в межлическом пространстве, тогда тоже решается. Вот для такой задачи можно привести алгоритм приближённый. Давайте приведём. Он будет в оптимальной, работать будет так. Мы возьмём сначала программу и построим минимальное покрывающее дерево. Скорее всего большинство из вас умеют, нужно научиться на курсе скоро. Давайте теперь вот что сделаем. Мы возьмём каждое либро графа G, графа G, дерево T, и продублируем его. Я не буду рисовать, сейчас там будет пример, на самом деле. Если вы не очень поняли, что значит продублируем, сейчас увидите. После этого у нас получится, ну, то есть было дерево, теперь каждое либро мы просто два раза его провели между двумя машинами. Зачем мы это сделали? Чтобы у каждой вершины степень стала чёрная. После того, как степень чёрная, известный результат, что в графе есть трейлеров цикл, то есть цикл, который проходит по всем ребрам, примерно один раз. Он не просто есть, его ещё можно быстро найти, я на этом тоже не буду останавливаться. Ну, в общем, можно, и это не сложно. В действительности, грубо говоря, надо идти, пока идётся по этим ребрам. Если уперлись и ещё остались ребра, по которым мы не прошли, ну, надо по ним сходить, если как бы наш цикл поразлились. Дальше у нас получился цикл, который ходит так по всем, по всем вершинам графа, но он ходит, ходит, и некоторые повторяют, естественно, вершину. Но мы все повторения выкинем, у нас получится цикл без повторений, вот его вернём, и сейчас мы про него докажем, что он у нас не более чем в два раза хуже, чем оптимальнее. Давайте, опять, к примеру. Ну, ничего, там крючки свяжут просто, можно? Да. Пусть сделаем, будет ладно. Давайте принять. Что? Давайте принять. Вот, допустим, это были вершины, и, допустим, мы нашли дерево. Давайте теперь продублируем каждое ребро. Получится вот такая штука у нас смешная. Теперь мы в нём будем искать цикл. Вот я даже последовательно здесь нарисовал, как мы будем по этому циклу ходить. Вот, как видно, мы идём-идём, обошли всё, вернулись даже туда, оттуда мы пришли. Итак, у нас получился некоторый цикл. Видно, что мы шли, здесь шли мы вот примерно так, да, в эту вершину, соответственно, приходили там два раза, потом опять сюда пришли, потом сюда пришли, иначе это не цикл, по которому должна инкассаторская машина, да, ездить, очевидно. Давайте теперь выкинем все повторения. Как мы выкинем? Пойдём опять по этому циклу, синие стрелочки, это будет наш цикл, который мы ищем. Просто мы не будем возвращаться в все вершины, в которых мы уже были. Пришли сначала сюда, потом сюда, это по нашему эдерову циклу, потом вернулись сюда, но синюю стрелочку мы обратно не стали, да, проводить. Дальше мы пришли в эту вершину, ну тогда наш цикл придёт сюда. и так далее. Это опять новая вершина, мы пришли сюда, опять новая сюда, новая сюда, это не новая, здесь были уже, теперь опять сюда, мы потом дошли до обратной. Вот цикл, который построился в итоге. Там вершина, да. У каждого конца стрелочки есть вершина, и у каждого начала. Хоть этого и не видно. Что? Давайте докажем, что то, что мы построили, является два предлежимного алгоритма. Давайте через W2 обозначим вес минимального островного дерева, покрывающего, а через вот такую вес оптимального гамильтонного цикла, то есть ответ на нашу задачу, которую мы на самом деле ищем. Мы его не знаем, мы просто здесь обозначим через это только для доказательства. Во-первых, давайте заметим, что вес оптимального дерева он уж никак не больше, чем вес оптимального гамильтонного цикла. Потому что если у нас гамильтонный цикл есть, какой-то оптимальный, мы выкидем из него любое евро, получим дерево на всех вершинах. Здесь вот еще какая на самом деле интересная параллель. Такую параллель можно привести к сайте, что вам надо найти. В некотором смысле гамильтонов цикл это что-то тоже типа астонного дерева. Ну или гамильтонов путь, например. Путь, который проходит по всем вершинам, но не обязательно возвращается. Гамильтонов путь это тоже дерево. Это просто дерево, у которого ни одна вершина не ветвится сильно. Степень каждой вершины не более чем 2. То есть это просто путь получается. Итого, есть две совсем разные задачи. Вам дам граф и вам хочется найти в нем минимальное основное дерево. Вы это делаете совсем быстро, да? За какой-то там размер графа, на логарифмах размера графа примерно. Ну это очень хорошо. Это почти то же самое, что просто прочитать граф. Ну вот, там есть этот логарифм гадкий, от которого даже можно избавиться, если случайные численно используются. То есть практически. Вот, с другой стороны. А теперь вы опять хотите дерево, но вы запрещаете дерево сильно ветвиться. Вы говорите, что вот теперь хочу, ну тоже минимального веса должно быть, но хочу, чтобы это дерево было путем. Тогда задача превращается в задачу ахоми-выезжой и становится настолько сложной, что ну как бы тривиальный алгоритм работает с эндбактериал, перебирает просто все возможные пути. Есть улучшение, которое работает в 2 степени n, но это улучшение при этом живет у памяти. Еще в 2 ступени n, и на практике как бы хранить матрицу там размера 2 ступени n, это уж совсем грустное занятие. Вот, вот такое вот совсем маленькое дополнение к задаче делает задачу из очень сложной, из очень простой и очень сложной. Так. Сказал это. Давайте теперь вспомним еще что произошло. Мы эти синие стрелочки, каждая наша синяя стрелочка в графе, она заменяла какой-то путь. Действительно, мы шли только в новую вершину. То есть синяя стрелочка проводилась из вершины, в которой мы были, в новую вершину. До этой новой вершины мы как-то по зеленым стрелочкам шли. Зеленые стрелочки это, это стрелочки нашего игрого цикла. То есть мы много зеленых стрелочек заменяли на одну синюю. Понятно, что сумма этой, сумма зеленых стрелочек, да, в сумме она больше, чем длина зеленой стрелочки. Просто потому, что мы в метрическом пространстве. То есть прийти из одной вершины в другую все время дешевле, но не дороже, чем пройти через какие-то вершины также. Соответственно, значит длина нашего пути, она уж никак не больше, чем 2 умножить на вес дерева, потому что вес стреллерового цикла это 2 умножить на вес дерева. А поскольку, поскольку вес дерева не больше, чем вес оптимального пути, то мы получаем, что и вес нашего пути, он не больше, чем 2 умножить на вес оптимального пути. да ну вот теперь можно наверное если вопросов нет так сейчас у нас по плану обед на час после этого